Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И сегодня вас ждет четвертая раса из мира Старкрафт 2 Да, мы очень давно не смотрели, как идут дела у Кейронов И сегодня мы постараемся исправить это досадное недоразумение Помогут в этом вам Собственно, некий случайный ютубер, о котором вы, возможно, наслышаны Вот он появился, значит, за синего терна в правом верхнем углу картой Дата-С И соперник с никнеймом КопДСД Ну, я даже не знаю, вот как нам его никнейм прочитать, чтобы это так было быстро и звучно и красиво Копдздр! Ну, это звучит, как будто кто-то вот не хотел, но совершил определенное биологическое, знаете, действие Вот, этот, так сказать, Копст, ну, в общем, не знаю Давайте мы его будем называть просто Коп Пойдет? Покатит? Как вы считаете? Этот самый Коп, это игрок Грандмастер Лиги из Южной Кореи Да, корейцы уже играют на Кейронах И вот как раз Мистер Копст, это очень яркий пример того, как корейцы на Кейронах, ну, не то чтобы прямо разваливают, но на самом деле играют на очень-очень-очень высоком уровне И для того, чтобы записать видео, я, конечно, хотел подобрать себе вот соперника самого высокого уровня И да, я мог бы снова сыграть на Кейронах против кого-то из, там, ГМЛ-игроков или даже прогеймеров Но мне кажется, интереснее посмотреть, к чему пришла Кейроновская мета Потому что раса очень сильно изменилась за то время, что мы не смотрели вообще, что происходит в мире StarCraft 2 И не смотрели, соответственно, что происходит у Кейронов Последний ролик о Кейронах был на моем канале, наверное, еще в прошлом году И да, с тех пор много воды утекло С тех пор Россия развязала страшную войну и забрала жизни минимум десятков тысяч ни в чем невинных мирных украинцев И наше сообщество, я бы сказал, прошло такую, знаете, неприятную, но необходимую процедуру очистки Из него были выброшены люди, которые в своем вымышленном мире живут И которые нам уже на этом канале не нужны и не интересны Но что касается Кейронов, то они вот в течение всего этого времени получали патчи Получали самые разные обновления И здесь есть новые юниты Да, у Кейронов есть новые юниты Ну и помимо этого есть новые способности Некоторые, мне кажется, заслуживают приставки супер Что это за способности, что изменилось, будем разбираться вместе с вами Я специально выбрал интерфейс, вот при помощи которого мы можем прям очень внимательно все осматривать, читать и так далее Так что не переживайте, все буду рассказывать ближе к делу Пока вы видите, что я играю за Терна справа сверху Очень осторожно открываясь, давая минимум информации сопернику Я не показал оппоненту, что у меня там Factory, второй командный центр Все, что он знает, у меня есть стенка, там делался реактор Все Помимо этого помешал Кейрону поставить второй экспант стандартный И исходя из этого у меня есть ожидания, у меня есть надежда, что соперник, ну так, будет играть достаточно осторожно Ну, соперник в итоге прям рашит выход в Аврор И судя по тому, что я видел, это прям ключевая стратегия в текущей Кейроновской мете А вот и новый юнит, это юнит Fuse И давайте быстренько посмотрим его способность Значит, он просто может дать 125 дополнительных щитов своему юниту Таргет юниты, можно таргетить своих В которого он вселяется Как это происходит? А вот так Бас, он запрыгивает в юнита И все, у Авроры появляются 125 дополнительных щитов Соответственно, Аврора Ну вот ее понерфили, да, за то время, что мы с вами не смотрели, как идут дела у Кейронов Но на самом деле, за счет вот этого самого Fuse Она получает плюс 125 щитов Урон у нее все еще огромный 25 единиц урона, 6 рейнджа То есть Аврора все еще страшный юнит И она просто может быть более живучей за счет этого самого Fuse Fuse при этом, он никуда не девается абсолютно То есть он живет, даже если вы уничтожили все эти 125 единиц щитов Он по-прежнему живет в юните У Авроры все еще есть ее прекрасные монаторы, являющиеся детекторами Короче говоря, действительно Fuse позволяет просто делать других юнитов Кейронов более сильными Ну и неудивительно, что Кейрон делает ставку именно на Аврор первым делом Можно посмотреть соотношение по лимитам И увидеть, что ситуация для Кейрона очень хорошая По экономике он впереди Но по боевым лимитам такая более-менее равная ситуация Я за счет Циклонов отбиваюсь от Аврор Опенинги не в Циклонов, за Тернов против Кейронов, мне кажется, вообще слабо играбельны Ну а здесь мы видим, что приходит в лоб Кейрон Прям очень серьезно так приходит, взламывает Терновскую оборону Приходит с первыми Пульсарами У которых, кстати, тоже, судя по всему, есть определенные изменения Прежде всего, атака Пульсаров сейчас как-то немного по-другому выглядит Но это все еще очень ближнебойные юниты Не милишники, но такие не очень далеко стреляющие Так называемые юниты второй линии, да Если смотреть с точки зрения геймдизайна, с точки зрения теории РТС И это довольно прикольные юниты с прикольной концепцией Но удается нам пока отбиться, удается стабилизировать ситуацию По рабочим, на самом деле, пока особых потерь не было Но так как опенинг был очень осторожный А Кейрон все-таки довольно быстро вышел во вторую базу И Кейроны, в принципе, за счет Энерджайзов Так, достаточно оперативно Хотел я сказать, оперативно восстанавливают потери В случае чего, но на самом деле, насколько я вижу Энерджайз перестал бустить продакшн Мувмент спид, шилд армор и регенерация А, also increases workers harvesting speeds Короче, да, все равно Энерджайз влияет на экономику Так что там все еще есть хорошие экономические бонусы У Кейронов от Энерджайза Ну ладно, здесь уже три усиленных Авроры Три Авроры, в которых вселился дух И эти Авроры, на самом деле, конечно, устраивают Просто невероятный беспредел Тут, конечно, стенка Стенка копирайт Alex007 Ребята, идеальная абсолютно Ну, Авроры нахарасили божественно Авроры забрали довольно ощутимое количество ССВ Задержали в итоге выход Потому что изначально этот план был такой Что вот стимпак плюс один Пойдем в атаку, посмотрим, как идут дела у соперника Планы эти пришлось забросить Именно из-за того, как воевали Авроры Тут удается Аврор перехватить Минус одна из них И вы видели, после того, как умирает юнит В которого вселился Фьюз Фьюз при этом выживает То есть, как бы, вот вы убили Аврору И на месте Авроры появляется Фьюз И точно так же будет с любым другим юнитом То есть, при грамотном контроле Фьюзов этих надо спасать И перевселяться в других юнитов На самом деле, концепция очень прикольная Я не знаю, ну, насколько она старкрафтерская Сама по себе Но, как минимум, она достаточно оригинальная И это вот тот уникальный геймплей Которого, возможно, раньше Кейронам не хватало И они чувствовались там, условно, какими-то вторыми протасами Безусловно, за счет вот таких уникальных обилок Они будут чувствоваться совсем по-другому Здесь по-прежнему пытается харасить Аврорами кореец У корейца в среднем 250 АПМ, как видите Там все очень серьезно Есть, ну, действительно высокий уровень То есть, это игрок Гранд Мастер Лиги Который при этом очень опытный именно Кейрон Который много за Кейронов непосредственно играет Поэтому, опять же, соперник максимально жесткий Ну, я знаю, в чем главное слабость Кейронов, естественно То есть, я выхожу на третью базу Я полностью отдаю себе отчет в том, что сейчас ко мне что-то придет Но для того, чтобы иметь какие-то шансы на победу Мне абсолютно точно необходимо создавать второй фронт Видите, соперник пока не знает, что происходит Не знает, что там находятся два медивака рядом с ним И я просто жду, когда на меня пойдут Для того, чтобы запустить дропы на базы соперника Я вижу, что подлетают Авроры Авроры как раз нападают на мейн Подходит основное войско прямо на мою третью Третью приходится отдавать Это понятно Против таких на ломом в лоб Очень сложно что-то делать Кейроны действительно очень сильны Вот на этом этапе игры Тем более появились первые мириады Их электроны божественны против пехоты 22 урона против легких юнитов Это просто кошмар Но, естественно, Кейрону не просто отбиваться от дропов Поэтому дроп на мейн Перелетает в дроп на третью Тут марики в прекрасной позиции От этого сложно отбиваться Есть еще марики, которые карасят на натурале Суммарно удается уничтожить 27 рабочих 27 конвертеров Кейрона пострадали Но Кейрон продолжает движение вперед Запрыгивает париями в танки После чего я просто вкалываю стимпак И бегу вперед мародерами и морпехами Чтобы как можно быстрее убить мириадов Пока те не отстроили электронов К сожалению, ничего не получается Пульсары в хлам прожигают просто пехоту Вполне вероятно, я ошибся Когда мимо пульсаров пробежал Все это время здесь летают дропы Кореец пытается отбиться Но против дропов ему тяжело И в итоге, вроде как, мне удается стабилизировать ситуацию Понятное дело, во многом именно за счет того Что я сильно отвлекаю Кейрона на его собственных базах Кейрон получает очень большой урон на своих локациях Но проблема в том, что у Кейрона остается очень большой боевой лимит Грейды равные Грейды 1.1 Какие еще есть апгрейды уникальные Просто апгрейд на скорость париям И апгрейд на скорость элитроном Вот такие есть грейды Видите, тут увеличивается раз скорость Ну и тут увеличивается два Скорость вот она желтенькая Значит апгрейд готов Это, кстати, апгрейд, который и на вольтов тоже действует Да-да-да То есть это апгрейды на парий и на вольтов Ну и в итоге у Кейрона просто все юниты получили апгрейды на скорость Все у которых этот апгрейд, естественно, есть И это очень здорово влияет на боеспособность армии Я пытаюсь спасти ситуацию за счет дизрапторов Но здесь есть несколько сабджекторов Здесь есть вольты За счет либераторов, в смысле, пытаюсь спасти ситуацию И не удается мне это сделать Потому что антиэра оказалась достаточно Ну и, собственно, против пяти Мериад Моя пехота выстоять уже не может Поэтому в нашем небольшом шоу-матче Счет становится 1-0 в пользу Копа Кейрон берет первую карту Давайте посмотрим, как будут идти дела в следующем нашем сете Который пройдет на карте Inside and Out Эта карта немного поменьше И под нее я уже решил как-то немного адаптироваться Потому что, в принципе, то, что вы видели непосредственно во время первого сета Ну, прямо скажем, это такая стандартная история Типа играем в пехоту после циклона Ничего особенного То есть я специально в первой игре, знаете, никак не подстраивался Я хотел посмотреть, вот что делают сейчас Кейроны против стандартных тернов И посмотреть, будет ли работать какой-то мой подход из прошлых игр Которые вы, может быть, помните Там когда-то давным-давно Я много играл и за Кейронов, и против Кейронов И там разные стратегии в разных матчапах придумывал Ну и вот мне казалось, что, в принципе, можно спокойно использовать стратегии Связанные как раз с дропами Там пытаться как-то обороняться дома И красиво контратаковать медиваками И создавать мультитаск За счет этого там переходить в какое-то макро И потом, в общем, все будет хорошо Не оправдалась моя надежда Очень силен Харас с Кейронами в начале Потом фьюзы могут вселяться в других юнитов Тоже очень сильных, наносящих много урона И как бы все это приводит к тому, что Действительно терринам приходится непросто в мидгейме Поэтому нужно что-то изобретать Ну что ж, я смогу кое-что изобрести У меня есть свои билды Давайте я сразу начну их спойлерить Потому что потом будем более внимательно разбираться, что делает Кейрон Моя задумка на второй сет заключается в том, чтобы открыться не просто циклонами А циклонами с гелионами И потом сыграть в тайминговый пуш Марпехами, медиваками и хелбатами Потому что если посмотреть на каких юнитов делают ставку Кейроны в мидгейме То там очень много этих лайт юнитов Таких как Вольты, как Пари И да, они очень здорово там размениваются с мариками-мародерами Но если у тебя будет большое количество хелбатов То в принципе это может работать хорошо Против Протаса так не играет, почему? Ну потому что там колоссы, например, да? Против Зерга так не играют Начиная с определенного момента Потому что бейлинги Но в принципе это вполне реальный формат игры Тем не менее, в общем, свой план я рассказал И как видите, я прям максимально быстро выхожу в циклонов Потому что, опять же, надо что-то делать с этими страшными неприятными авроровскими опенингами А вот что делает мой соперник Это совсем другая история Он идет в Эмпириан и Кондуит Ну давайте разбираться, что это за здание Значит и то, и другое здание позволяют строить воздушных юнитов Так как это воздушные здания То они нужны для производства воздушных юнитов Здесь все предельно просто Ну и раньше ситуация была такова, что Кондуит был нужен просто для производства эхо Но сейчас Кондуит нужен еще для производства фьюзов Этих самых духов Что дает здание Эмпириан? Эмпириан это здание, которое дает возможность производить харбингеров И юнитов, которые называются гайры Гайры это те юниты, которые раньше назывались парадоксами Помните, был такой юнит поддержки, который мог кастовать тюрьму Вот это был парадокс Сейчас, как видим, парадокса нет Вместо него есть совсем другой юнит И мы будем разбираться с тем, как он работает То есть на этот раз, видите, нет аутлета, который позволяет строить Аврор Зато есть Эмпириан и есть Кондуит То есть есть два других здания, которые очевидно попытается использовать мой соперник Ну вот фьюз для разведки был сделан Он прилетел, что-то там посмотрел Увидел двух циклонов Мой план, как видите, очень простой Делаю стимпак плюс один на атаку, будет два барака Уже сделал двух циклонов, дальше буду делать гелионов Потом добавлю медиаки, армари, хелбата и пошли пушить План понятен Что делает соперник? Давайте остановимся, потому что это ключевой момент всего ролика Готовьтесь Вот он Гайер Гайер это новый юнит поддержки У него, собственно, есть энергия И на энергию он может кастовать две обилки Первый называется Энекс Значит, аннексировать Ну то есть примерно как Россия Только не красть в смысле чужие территории А в смысле попробовать прям что-то сделать внутри игры Захватывает наземных юнитов Над которыми находится Гайер И не дает им возможность использовать их атаку или обилку Также наносит 7 единиц урона в секунду И может захватывать до 10 юнитов Ну а Шейкл, другая обилка Не дает возможность двигаться воздушным юнитом В течение 4 секунд То есть это чем-то похоже на ту самую тюрьму, которая раньше была Обратите внимание Фьюз вселился в Гайера То есть Гайер теперь стал намного толще Был 100-100, а стал 225-100 И вот он влетает в минеральную линию Включает свою обилку Энекс И что происходит? Рабочие Оказываются в этой воронке И этот юнит захватывает 10 рабочих и убивает их Что ж Что ж К сожалению тут не указано сколько секунд длится эта обилка Но она наносит 7 урона в секунду И как бы она просто забрала моих рабочих буквально за 7 секунд Ну после этого правда мне удалось захватить своими циклонами этого Гайера И наказать его Как видите выжил этот дух фьюзы Он находится справа сверху Просто в углу до него мои циклоны не достают Но по крайней мере юнита убийцу удалось ему отомстить Тем не менее Ну вы понимаете какая у нас ситуация У нас как бы 10 рабочих потеряно И начало вообще неприятное 49-50 рабочих на 33 И прилетает второй Гайер Проблема этого Гайера заключается в том Что в него фьюз не вселился И у него всего 200 хп Он пытается протащить за собой морпеха в ССВ Но в итоге он умирает Умирает потому что просто расстреляли его находящиеся рядом морпехи И вот если бы вселился фьюз в этого юнита тоже То я бы потерял еще там 6-7 рабочих и сколько-то морпехов Не похоже 5 морпехов и 5 рабочих Но так как фьюз не вселился То как видите мне удалось отбиться То есть вселение фьюзов в ключевых юнитов кейронов Это вообще едва ли не самая важная штука Которая только может быть в игре Но несмотря на то что я потерял часть экономики Тут кстати летит фьюз Которого пытается естественно кейрон спасти Для каких-то своих важных задач И его перехватывают морпехи В принципе я все еще собираюсь играть в свой пуш Потому что у меня есть гелионы У меня есть армори Гелионы трансформируются в хеллбатов И несмотря на то что у меня не готовы щиты Я понимаю что танковать для меня должны хеллбаты Поэтому я готов драться Здесь есть апгрейд на дополнительные щиты Парием, правильно? Если я все правильно помню Что там за апгрейд? Ладно я уже забыл что вот это за Моррифайт гейт апгрейд Но я точно знаю что хеллбаты Отлично протанковали против всего что здесь было Против и меридианов И пари И вольтов И со всем этим добром удалось разобраться Что в принципе очень здорово помогает мне провести такой стартовый пуш И нанести сопернику хороший урон по экономике Продолжается сюда дотекание гелионов Трансформирующихся в хеллбатов Уже доделали щиты морпехам Поэтому можно еще с ними повоевать Да соперник делает меридианов Понятно зачем меридианы дальше смогут использовать Ну как минимум вот этот свой лайтинг болт Который наносит хороший урон одиночной цели Правда я вижу уже сильно понерфленный Наносят всего 80 урона Раньше меридианы вообще были страшные И наносили там просто квадриллионы урона Так я пытаюсь вспомнить что это за модифайт гейт Это как будто он должен давать дополнительные какие-то щиты вольтам Но я смотрю у них так мало хп Да и у парей тоже Я просто не помню что тут грейт дает Какие-то дополнительные щиты дроп хп Не стоп Модифайт гейт это скорость Да вот Exalted shield Вот они дополнительные щиты Которые получают либо вольты Либо парей Либо и те и те Ну ладно Это не очень важно Здесь кстати появился харбингер И вот обратите внимание Снова используют этот водоворот Это торнадо Используют гайр Мне кажется вот название торнадо Это прям хорошее название для билки Не находите Тем более это реально похоже на торнадо Проносишься и прям в этот вихрь затягиваешь все что находится рядом Пойдет такое название билки ребят И гайр Кстати надо будет посмотреть как переводится гайр Может быть мы захотим локализовать Кастует торнадо По-моему супер В общем я снова пытаюсь тянуть время дропами Потому что дропы это все еще очень сильный инструмент Расы теранов Ну и понятное дело продолжаю использовать хелбатов Потому что в принципе Все что есть сейчас у кейрона Мне не кажется чем-то страшным Мешающим хелбатом реализовать себя Да если потом появится эта страшная конвергенция Тогда да допустим будет сложнее Потому что сплетится от этих кейроновских штормов Когда у тебя именно хелбаты Оно не супер весело Но пока вот это войско мне внушает доверие Медиваки, хелбаты, морпехи Против кучи лайтового кейроновского мяса Это выглядит как очень норм вариант Даже несмотря на то что у меня нет адского пламя Не плевать на адское пламя Тут еще либератор Как бы неплохо работает Либератора не заберут даже два лайтинболта А тут еще удается на халяву забрать меридианов Ошибся кореец Впервые за это наше БО-3 Такая прям отдача на ровном месте Вот смотрите в гайров вселились духи Поэтому теперь у кейрона будут жесткие гайры И он понятно будет делать ставку на свое торнадо И попробует в следующем сражении Прям за счет торнадо разорвать пехоту Ну по сути что тут 55 хп То есть надо чтобы Если не знаю тут работает армор или нет Мне кажется армор не должен учитываться Тогда надо чтобы 8 секунд прошло И эти торнадо вынесут по 10 морпехов каждый Представляете Сейчас у меня 40 морпехов Два торнадо это может быть минус 20 мариков Если все правильно исполнить Но опять же у меня есть хелбаты Они тоже будут мешать И понятное дело я попробую как-то все очень осторожно отконтролить Керон заходит ко мне на натурал С разных сторон врываются пари и пари Заходят прям в кучу пехоты И пролетают эти гайры Пытаются собрать в себя как можно больше всего Вот они протащили В течение какого-то времени Кстати не очень долгого Они протаскивали именно хелбатов по большей части Мариков там было мало Давайте посмотрим убийств 5 убийств у одного 2 убийства у другого Этих гайровых торнадо не хватило Для того чтобы одержать победу в сражении Все остальное войско было уничтожено Мне кажется из-за там не совсем удачного контроля Керона где-то он прошелся на муве Когда он на муве хотел пролететь гайрами Он скорее всего на муве прошел остальными войсками Но в общем юниты прикольные Юниты классные Торнадо вообще жестокое Особенно в дебюте Когда просто одно торнадо снесло У меня 10 ACV Это конечно смотрелось очень имбалансно Но как видите моя задумка с хелбатами Сработала идеально Они даже торнадо в себе впитали И выжили после этого Так что удалось одержать победу во втором сете И сравнять счет в нашем шоу матче Итак третий и решающий сет В нашем противостоянии теренов и кейронов Обязательно ставьте лайки Если вам нравится контент про четвертую расу Если вам нравятся те новинки Которые продолжают нам Для нас создавать Авторы четвертой расы Безусловно огромный респект Автору этого мода И автору четвертой расы за то Что он продолжает заботиться О своем детище И я надеюсь Что мы продолжим наблюдать за кейронами Если будет спрос от вас Дорогие друзья Так что еще раз Если вам нравится Если вы хотите видеть больше кейронов На канале То обязательно Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Можно спонсором стать И заказать дополнительный Спонсорский контент с кейронами Это тоже Вообще абсолютно реально Поэтому нашим спонсорам Также отдельное предложение Если вам хочется Больше кейроновского контента Даже если он не зайдет Широкой публике Я вполне допускаю Что мы сделаем отдельные ролики Чисто для спонсоров Посвященные кейронам В общем делитесь Делитесь обратной связью Мне интересно было Сыграть эти кастомки Сыграть этот мини-шоу-матч С корейским грандмастером Который здорово очень Играет на кейронах И самое главное Вот он не боялся экспериментировать И прям специально По сути мне показал Какие вот есть Новинки Какие есть новые билды Вот эти харассы Аврорами с фьюзами Этот новый юнит Гайер И вот торнадо Это прям Это было для меня Открытие И действительно было Интересно против всего Этого поиграть Но я рассказываю В каком-то прошедшем Времени Потому что я-то Конечно эти игры Уже откатал А вы-то еще не знаете Что будет в третьем Решающем сете Правильно? А ролик-то и близко Не подошел К своему логическому Завершению Значит Здесь будет Какая-то интересная игра Ну Естественно У меня тоже есть желание Попробовать какие-то Разные вещи Поэтому давайте Разбираться Вот как я открывался В первом и втором сете Ну я просто И в том и в другом случае Шел в циклонов Стартовых юнитов С каким-то количеством Пехоты Во втором сете Я решил разбавить Пехоту хеллбатами И это сработало Просто идеально Ну и в третьем сете Я решил поэкспериментировать И попробовать Сыграть мех Я помню Что я уже играл В терновский мех Против кейронов Там есть определенные проблемы Но есть несколько Сильных оупенингов Один из них Это дропы мин Потому что у мин Вообще Если кто помнит У мин есть Бонусный урон По щитам А у кейронов Как бы точно так же Как и у протасов Щиты есть Поэтому минами Можно открыться И против аврор Нормально повоевать Да Точно так же Как например Минами открываются В твп Против старгита Против оракулов Допустим Ну и дальше Здесь есть Викинг нанесён, но не такой фатальный, как может показаться. Лимиты, посмотрите, очень близкие. Пока минус 10 рабочих, но потерял я всего 4 ССВ. А здесь уже врывается дропмин, который тоже готов какой-то урон нанести. При этом, конечно, тут уже гигантская какая-то армия прям у Кейрона. Но одну мину мы закопали на мейне, одну на натурале, и в итоге мина там какой-то урон нанести успевает, а здесь мина ещё подождёт своего часа. Гелеонами мы контролируем точки, в которых соперник занимает следующую базу, и сами потихоньку выходим в батл крузера. Также добавляю армори для того, чтобы мины получили невидимость на этапе перезарядки. Здесь снова мина выстрелила, Кейрону вновь пришлось рабочих уводить, так что как минимум по майнинг тайму удаётся вроде немного просадить соперника, но понятно, что общая ситуация, конечно, такая не самая весёлая, не самая приятная. По инкому у меня всё хорошо, но глобально рабочих больше у Кейрона. Тем не менее, есть ещё батл крузер, которым можно задержать выход соперника на третью. Как видите, в третьей базы мы выходим примерно по одному и тому же таймингу. Мой командный центр, и Кейроновская цитадель, там плюс-минус одинаковый прогресс имеют, но опять же, за счёт батла можно эту ситуацию немного поправить. немного отступает Кейрон для того, чтобы занять выгоднее позицию для конвертера, но всё равно мы батлом этого конвертера снайпим, и на время откладывается производство цитадели. Батлкрузер разменивается очень хорошо, забирает ещё нескольких юнитов Кейрона, там подходит ещё один сабжектор, и дальше как бы воевать не хочется, потому что могут подойти ещё, ещё, ещё юниты, а батлу желательно всё-таки жить. У сабжекторов там большой очень радиус атаки по воздуху. Здесь при этом прилетает ещё один дропмин, и на самом деле каких-то сверхрезультатов нет, но суммарно 8 рабочих удается забрать, то есть, как видите, общая ситуация норм. Удалось немного пошатать корейского грандмастера, и в это время перейти на третью базу. Ну, по третьей базе есть определённые проблемы, и сомнения у меня, что там должна быть орбитальная станция, потому что я вижу, какой состав армии у соперника, я понимаю, что с учётом того, насколько медленно мех получает свою силу, отбивать третью будет сложно. Телепорт батлом, к сожалению, я не успеваю, и это очень обидно, потому что батл должен был выживать, но он потерян на красный хп. На третьей базе я принимаю решение поставить планетарную крепость, я знаю, оно смотрится даже несколько абсурдно, но с моей точки зрения, это, ну, едва ли не единственная возможность прям уверенно закрепиться на третьей против Кейрона. Выглядит странно, кажется, что это какая-то ерунда, но, в общем, ничего не попишешь, ничего не попишешь. Будем играть именно так. Значит, этот батлкрузер уничтожил одно из важных зданий Кейрона. Кажется, это был кондуит, который нужен для производства фьюзов, то есть больше никто вселяться не будет в юнитов Кейрона в ближайшее время. Ну и, как видите, у меня кругом куча мин. Кейрон знает, что у меня планетарка на третий, поэтому идёт в лоб на натурал, и всё это происходит в полном соответствии с моими планами, потому что именно на натурале гигантское количество мин. При этом, впрочем, мин не хватает для того, чтобы прям полностью остановить наступление соперника. Кейрон потерял ту часть детекции, которая у него была, то есть пару минок удалось забрать, а вот три мины внизу всё ещё чувствуют себя в безопасности, перезаряжаются, и ещё раз взрываются, и видите, взрывы мин просто гигантский урон наносят, так что против Кейрона в мины действительно хороши. В общем, удаётся мне здесь выстоять, и я даже имею хорошее преимущество по лимитам и по рабочим. Там ещё батлкрузер немного полетал, заставил Копа сделать давар в домой. У Копа есть единственный апгрейд, это Amplified Sphere, чтобы это значило, что это за апгрейд. Давайте посмотрим, в каком он здании. Он в Санктуме, а, это апгрейд просто на дальность атаки с Абджектором, да. Это просто плюс один или плюс два атаки с Абджектором. Хороший, полезный апгрейд, но не слишком сильно решающий. В общем, удаётся мне здесь отбиться, лимиты абсолютно равны, как видите. И у нас сейчас вполне неплохая ситуация, мы на трёх базах. Да, третья — это планетарка, поэтому, возможно, моя экономика не такая прям мега офигенная, как мне бы хотелось. Но она норм. Она вполне норм. У нас есть три базы, Кейрон только выходит на четвёртую. Мы, соответственно, с этих трёх баз начинаем потихоньку штамповаться. С пяти факторок, две армори, делаем грейды, достраиваем батлкрузеров, потому что, в принципе, эти юниты тоже так достаточно полезные. С точки зрения харасса, с точки зрения каких-то контратак, они могут быть достаточно хороши. Кейрон делает ставку на индуцеров. Его состав армии — это индуцеры, авроры и вольты. Ну и ещё есть пара умбр. У умбр есть бонусный урон парморд юнитам, а индуцеры — это юниты, у которых есть бонусный урон по массивным. То есть они против батлов хороши, но на самом деле за счёт своей механики, за счёт того, что у них может быть аж 12 рейнджа, они могут быть максимально эффективны против всего, что есть у терна. Но у танков 13 рейнджа, поэтому на самом деле танки могут хорошо бороться с индуцерами. Единственное что, посмотрите, насколько комфортно чувствует себя сейчас Кейрон с точки зрения вижена. У него всё ещё есть эманаторы, оставленные аврорами какое-то время тому назад. Эманаторы, опять же, напомню, являются детекторами, поэтому мины тут отлетели довольно быстро. И ещё есть окулус. Окулус, который даёт вижен далеко вперёд, и в чём фишка и индуцеров, и танков? Индуцеры и танки могут стрелять дальше, чем они бидят. Соответственно, и Кейрону, и терну нужен вижен, для того, чтобы максимально этих юнитов реализовывать. И что сейчас делает Кейрон? У Кейрона есть вижен за счёт окулуса, а у меня вижена, для того, чтобы максимально реализовать танки, ну, просто-напросто нет. Соответственно, сейчас получается, какая ситуация? Сейчас получается, что Кейрон, за счёт преимущества вижене, может индуцерами переигрывать мех террона. Потому что танки, типа, могут стрелять дальше, но не получается, им не хватает вижена. А индуцеры как раз на максимум свои 12 ранжа реализовывают, за счёт того, что вижена много. Ну, здесь я просто офигел, честно говоря, от того, что две эти пушечки и буквально один сабджектор, ну, или там, два сабджектора заставили батлов отступить. Прикиньте, вот у Протаса, например, две фотонки, два сталкера, и вы такие двумя батлами просто сразу резко улетаете, потому что у вас шансов нет. Ну, согласитесь, как бы такое очень редко бывает. Но, к сожалению, это ровно то, что произошло здесь, поэтому я в итоге потерял энтузиазм по поводу батлкрузеров. Снова здесь индуцеры подходят и просто на халяву расстреливают танки. Тут сказывается то, что мне не хватает как раз третьей орбитальной станции. То есть планетарная крепость меня спасла несколькими минутами ранее, но сейчас, конечно, мне намного больше нужен вижен, и я просто не могу больше сидеть дома, поэтому, как видите, я иду вперёд. У меня очень хороший боевой лимит, 95 боевого лимита на 73. Эта армия Кейрона смотрится жиденько, но у Кейрона куча ресурсов в запасе, которую он реализует там в новый дозаказ, которую он реализует в огромное количество апгрейдов, которые сейчас делаются. И на био, и на мех в четырёх зданиях делаются грейды. Это что? Это четыре реликвария реально, и грейды делаются 1-1 и на мех, и на био. Сейчас 1-1 на 0-0, но Кейрон, понятное дело, попытается эту ситуацию исправить, но я пытаюсь занять четвёртую базу снова, из этого командного центра я хочу сделать дополнительную орбитальную станцию для сканов, но из этого опять планетарную крепость для того, чтобы уверенно отбиваться, для того, чтобы уверенно переходить на новые базы. Как видите, меху непросто против Кейронов, и приходится постоянно вести войну за Вижен, и, скажем так, определённые локальные сражения за Вижен Кейрон выигрывал за счёт этих окулусов в здании, поставленных в атаке, и за счёт эмонаторов, которые были поставлены Аврорами, но сейчас мне удалось справиться с эмонаторами, и я примерно понимаю, что Кейрон сейчас будет давить с другой стороны, при этом у меня есть время для того, чтобы перестраиваться, потому что тут и мины, и планетарная крепость, которая подтянет время, но то, что происходит с моими батлами, это просто ужас, они вообще мгновенно отлетают от индуцеров, и, в общем, от батлов мы полностью уже перестраиваемся на данном этапе. Батлы хороши как оупенинг, я их, конечно, может, не лучшим образом реализовал, но глобально как оупенинг их действительно реализовать можно, а вот дальше от них нужно просто уходить, и сейчас главная задача это просто собрать 200 лимита с грейдами 3-3. Ну, я говорю просто, по факту это вообще непросто, но план такой, что если у меня реально будет 200 лимита, то, в принципе, всё будет в порядке. Кейрон получает полный контроль над картой, и посмотрите, как он активно ставит в атаке окулусов, для того, чтобы, опять же, индуцеры всегда имели преимущество по вижену. Это прям очень страшно, очень неприятно. Что с этим делать, честно говоря, у меня нет какого-то суперответа. То есть, да, надо бросать сканы, получается, нельзя вообще бросать мулок. Просто иметь много орбитальных станций, и безостановочно бросать сканы, для того, чтобы индуцеры не могли ничего сделать. План такой, других вариантов нет. Отметим, что при этом по торам у индуцеров тоже бонусный урон, и это, конечно, страшно вообще. Страшно торы отлетают, они были добавлены для того, чтобы что-то с аврорами нужно было делать, потому что батлы, понятное дело, умрут, а авроры как бы могут быть призваны в любой момент, и авроры очень быстро с танками разберутся, поэтому без торам никуда. Я делаю выход вперёд, чисто для того, чтобы забрать эти нагло поставленные впереди окулусы. Это, конечно, шикарный конвертер, который Vision даёт, спрятался в кустах рабочих кейронов. Ну и танками аккуратно так перераскладываемся, чтобы забирать индуцеров, находящихся в плохой позиции. Кейрон в итоге просто пытается напасть с разных сторон. У кейрона грейды 1-1, и на био, и на мех юнитов, точнее на робо юнитов, но этого недостаточно, для того, чтобы пробить мех терна с грейдами 2-2, и, как видите, здесь нам удаётся отбиться, и стабилизировать ситуацию. Мы на четырёх базах. У кейрона баз там очень много, но при этом, ну, скажем так, нет такого, что газовая экономика очень сильна. Ну и кейрон играет в масс индуцеров, с которыми пока нам вроде удаётся справляться. Кругом планетарной крепости, которым я уже сделал, и дальность атаки, это, кстати, был грейд, который я сделал первым, и прочно сделал, для того, чтобы весь этот харас мне ничего не мог сделать. Это очень важно для мех терна, чтобы вот кейрон не мог вашу армию разделить на несколько частей, для того, чтобы вот вы дальше дрались одним кулаком. И это то, что нам пока вроде бы более-менее успешно удаётся. Ну, сейчас мы видим, что целых 13 индуцеров накопил кейрон в этой группе юнитов. Помимо этого, у него есть одна аврора, и сколько-то парей, но при этом также есть куча ресурсов, поэтому в любой момент кейрон может сделать хороший дозаказ и получить 200 лимита. Сейчас он, видимо, просто ждёт грейдов 2.2 на своих мех юнитов, и у индуцеров снова вижен. Посмотрите, как далеко достают локусты, в смысле окулусы. Говорю, локусты. Не, вроде... Да, 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 слушайте, можно прямо сюда использовать ребил, прямо вот настолько далеко. О, это, мне кажется, очень жёстко работает, и в итоге, как видим, просто идёт вперёд своими масс индуцерами кейрон, чтобы пробить оборону мех терна, но моя основная армия, на самом деле, находилась в другом месте, и я сейчас пытаюсь зажать этих индуцеров в верхней части карты. При этом, если вдруг соперник будет атаковать с какой-то другой стороны, как видите, у меня кругом мины, поэтому застать меня врасплох очень тяжело. О, пятая база уже у мех терна, и грейды у меня 3-2 на 2-2 индуцеров, и на 1-1 пари, то есть преимущество по грейдам есть очень хорошее. Парии при этом, конечно, круто запрыгивают своей проекцией прямо в танки. И ещё вот эта постоянная подсветка, неприятная от окулусов. Посмотрите, блин, как эти окулусы вообще нереально круто работают. То есть, если окулусы просвечивают территорию, то нападать танками на индуцеров очень тяжело, потому что индуцеры просто будут кайтить. Это ровно то, что сейчас происходит. И какое я принимаю решение в этот момент? Вот я смотрю на эту ситуацию, на то, где расположены окулусы, и я понимаю, что, ну, я просто... Я физически не могу наступать танками. Держаться в обороне, допустим, наступать никак. Поэтому я принимаю решение, я сделал апгрейд на урон по арморт-юнитам для зацепа циклонов, и я резко перестраиваюсь в циклонов. Я добавляю новые фэкторы. У меня уже есть 4 факты из технической лаборатории, я добавляю пятую. Всё это делается для того, чтобы максимально быстро перестроиться в циклонов, и именно при помощи циклонов начать бороться с индуцерами. Индуцеры — это арморт-юниты, поэтому по ним у циклонов будет бонусный зацеп, и так как я не могу выиграть войну вижена на чужой половине карты. Ладно, на своей, допустим, я танками могу отпушивать индуцеров. Но переходить в наступление реально очень тяжело. Я пытаюсь перейти именно в массу циклонов с гелеонами, в так называемый батл-мех, который широко используется, например, в матчапе ТВЗ, для того, чтобы, ну, просто более мобильными юнитами воевать с индуцерами, как-то пытаться с ними сближаться. Проблема сближения, конечно, заключается в том, что чем ближе цель к индуцерам, тем, соответственно, больше у них ДПС, потому что, видите, их снаряд, их ядро — это летает туда-сюда. Это юнит тоже с уникальной механикой для Старкрафта. Я пытаюсь выйти на шестую базу, но тут очень здорово ловит меня своими париями Кейрон и заставляет перегруппироваться, причем на этой перегруппировке он еще ловит один из моих танков. Безусловно, мне нужно спасать свою экономику, но при этом у меня экономика на самом деле очень здоровая. То есть у меня очень хороший инком — 2400 минералов на 200. У меня, в принципе, нормальная добыча газа, и опять же, я полностью перестраиваюсь в циклонов с гелеонами. Гелеоны с адским пламенем просто издеваются над париями. Особенно с учетом апгрейдов у меня вот-вот доделаются 3-3 у Кейрона на парий 1-1, и даже не заказанный 3-3 на индуцеров, то есть индуцеры останутся с 2-2. Поэтому я вроде чувствую себя достаточно комфортно. Преимущество по боевому лимиту, преимущество по рабочим, все это у меня есть. Ну и сейчас я попытаюсь циклоны гелеонами защитить эту планетарную крепость, которую, естественно, могут вычинивать рабочие достаточно долго. Циклоны вцепились в часть индуцеров, но здесь еще появились меридианы. Меридианы заказаны... Заказан для них апгрейд на конвердженс, на конвергенцию, это такой себе Кейроновский шторм. Ну и при этом у них есть обилка, которая, как мы помним, наносит очень хороший урон. Такая себе молния наносит урон, пусть и всего 80 по основной цели. Ну, допустим, если правильно распределить на самом деле эти молнии, то, смотрите-ка, можно тремя этими молниями убить сколько? 5 циклонов, потому что там еще будет по 40 урона, ну, в идеале даже 6 циклонов, потому что там по 40 урона дополнительно будет на других циклонах влетать, то есть суммарно, давайте посчитаем, может быть 160 от одной молнии. Суммарно... Не, ладно, что-то я разогнался. Суммарно 480, то есть суммарно тремя молниями можно убить 4 циклона. Но это все равно довольно жестко, и на самом деле меридианы довольно резко меняются отношения сил. Ну, пока планетарка тут стоит, планетарка держится, но я понимаю, что глобально не выглядит так, будто у меня здесь выгодные размены, и вы видите, почему. Выглядит так, что размена у меня полный отстой. Поэтому я принимаю решение все-таки напасть с другой стороны и попробовать заставить соперника уйти с этой позиции, чтобы он оставил мою планетарную крепость в покое, потому что мне, естественно, оттуда нужно добывать. С циклонами я просто забираю у соперника цитадель. Забираю цитадель и отступаю, пытаясь сохранить основную часть своей армии. Снова начинаю дозаказывать танки, потому что уже возникает ощущение, что ладно, циклоны. Возможно, после появления меридианов это уже не топовый юнит. Но по итогу вот реально у меня такая ситуация, что я мехтерн, у меня почти 200 лимита с грейдами 3-3, и у меня вообще нет уверенности, что мой лимит так уж хорош против кейронов. А тут еще и влетает первая конвергенция, которая просто уничтожает моих циклонов. Да, я бы, наверное, мог отреагировать получше, но, в общем, реакция была, какая была. И в итоге кейроновское войско в хлам разбирает мой механический лимит, при том, что тут было далеко не 200, и ситуация становится прямо вот вообще неприятной. Здесь был хара с либераторами, но они ничего не сделали, потому что кейрон просто сделал такой казуальненький заказ 17 вольтов. Тут собирается уже просто толпень этих индуцеров, и дальнейшая оборона планетарной крепости не имеет никакого смысла. Индуцеры своими огненными снарядами просто вышибают вообще все, что было у меня в правом нижнем углу, и мне остается только перейти в какую-то атаку отчаяния. Я собираю все, что у меня есть, а у меня снова есть какое-никакое количество танков. Я пытаюсь занять позицию в центре, для того, чтобы здесь разложиться. Здесь вроде у соперника, ну, в моем понимании, нет рядом окулусов, он не может получить преимущество по вижену, и, соответственно, мои танки будут максимально полезны. Гелеоны там как-то пытаются протанковать, танки разложились, либератор стреляет, но индуцеры просто разбирают все, и я прихожу к тому, что, ну, либо я не идеально, мягко говоря, отыграл за механизацию, что на самом деле абсолютно не исключено. Либо, что тоже не исключено, как бы механизация против кейронов, это, ну, такая, знаете, неоптимальная вещь, от которой, возможно, мне стоит будет отказаться. Ну, что делает кореец для реализации преимущества? Коп продолжает просто наступать масс индуцерами, таким, знаете, даже не самым большим войском, на фоне того, что есть у меня, но этого уже достаточно для того, чтобы создать здесь миллион проблем, и я и близко не понимаю, как я могу отбиться даже от этой не самой большой армии. Поэтому, друзья, мои секунды в этом ПО-3 сочтены. Вот такой вот шоу-матч Терна против Кейрона. Надеюсь, что вам понравилось. Для вас играл и комментировал Alex007. Спасибо большое нашему сопернику за эти прекрасные игры. Обязательно ставьте лайки, делитесь отзывами в комментариях. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся.